В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Возлюбленные Господи, Отцы, Матери, Братья и Сестры, сегодня Святая Православная Церковь всегда празднует праздник, который называется «На вечере Крещения Господня» или «Крещенский сочельник». И в этот день, Святый, мы с вами вспоминаем о том, что Иоанн Креститель вышел, проповедуя во всю страну иудейскую, проповедуя покаяние. И сегодня у апостола Венгриста Луки, в котором мы сегодня читали чтение на Божественной Тургии, мы об этом читали, что Иоанн Креститель, сын Захарин, в 5-е на 10-е лет правление Тиверия Кесаря. И в Англии с Лука точно указывают даты, исторические события, когда это произошло, 50 лет, когда правил уже на 50-м году правление Тиверия Кесаря, римского императора, во времена Пилата Пантийского и Гемона, что был правителем иудеев в это время. Пилат и других правителей даже называют соправителей, потому что было 4 правителя Израильского царства, соправителя, всех перечисляют. И Лука очень точно, исторически дает ссылки, чтобы люди знали, что это точные даты, чтобы никто не оспаривал эти даты, не говорил, что это что-то приблизительно мифологическое. Нет, точное, историческое, научное в том числе. Событие духовное, богословское, глубокое произошло, что Иоанн Креститель вышел проповедовать покаяние, покайтесь, говорил всем людям, проходя по всей Иудее. И пришел на реку Иордан, чтобы крестить людей. Иоанн Креститель, мы с вами знаем, был сын Захарии, был сын первосвященника, был человек, которому было готово жить во дворце по роду рождения, служить в Рослимском храме, в главном храме. Вот как у нас храм Христа Спасителя, вот в этом храме он должен был служить. Только с той разницей, что иерусалимский храм был больше всех храмов на земле, он был единственным православным храмом всей Вселенной. Поэтому даже несопоставимо с тем, что в главном храме страны он должен был служить, в главном храме Вселенной он должен был служить. И соответственно, хорошо жить, питаться, быть обеспеченным человеком, жить такой счастливой земной жизнью, возрадоваться семейной жизнью, рождением детей и внуков, и в такой вот богатой старости, убеленной сединами, благополучной, отойти ко Господу. Ну, такая могла быть у него жизнь, по праву рождения, и для этого усилий даже не надо было особых делать. Он просто родился в семье первосвященника, был первенец. Но он отказался от этой жизни, потому что такая жизнь, конечно, счастливая, но человеку хочется всегда большего. Потому что если ты брал меньшее в жизни, тебе всегда будет не хватать. Ты всегда будешь говорить, дайте еще, дайте еще, дайте еще, мне давайте. Нет, мы должны искать лучшего, наибольшего в своей жизни, отдавать Богу наибольшее, максимальное, лучшее. И тогда мы будем брать и сестры наполнены духовно. Тогда нам не будет нужно от людей говорить, дайте еще, дайте еще, еще хочу. Не быть несытыми. Если мы будем отдавать Богу. А если Богу не будем отдавать, всегда буду говорить, дайте еще, хочу, мне мало. Мало тепла, мало еды, мало комфорта, мало денег, мало власти, мало почета, мало должности. И чей будет несчастливым, если он Богу не отдает. Поэтому надо отдавать Богу всю свою жизнь. Максимально жить в подвизе, в духовном. А чтобы отдавать Богу всю свою жизнь, надо наступать на себя. А наступать на себя, это значит заставлять себя. Есть такое понятие, называется аскеза. Путь познания Бога через умышление себя. Вот когда ты меньше о себе думаешь, меньше о себе заботишься, тогда у тебя есть возможность служить Богу. Чем больше ты о себе думаешь, чем больше ты себя любишь, чем больше ты о себе заботишься, тем меньше ты служишь Богу, тем менее ты счастливый, тем меньше в тебе любви. И вот Иоанн Креститель понял, что надо совершать подвиг духовный. Он ушел в эту пустыню иудейскую, в которой днем невыносимая жара, все выжжено солнцем, и травинка не растет, и даже не ползают насекомые. А зимой и ночью невыносимый холод, дрожишь от холода. Вот здесь рядом его дворец родителей в столице, вот рядом сытная, спокойная, благочестивая жизнь. И вот эта иудейская пустыня, где надо днем, ты опаляем от жары, и в опасности ходить зверей львов, которые там живут, гиены, все ядовитые гады, там их много живут. И ночью тратешься от холода. Вот это он избрал, братья и сестры. Но при этом этот человек действительно воистину счастливый, избрал недолгую жизнь, уделенную старостью и сединами, и благополучием. И почитанием от людей. А короткую жизнь, в 33 года его убили, он добровольно избрал эту жизнь. Потому что жизнь наша, она короткая. Она, понимаете, может быть, в 33 года ты прожил такую жизнь, которую и за тысячу лет не проживешь. А можно сто лет жить, а прожить всего 3-2-3 года, ничего в жизни не увидеть, кроме своего порочного сердца и себялюбия, и саможаления. Дайте мне еще, дайте еще, хочу еще, еще хочу, дайте еще. Мне холодно согрейте, мне голодно накормите, дайте больше еды, дальше больше тепла, дайте и того, и этого. И, ну, человек разве живет такой, ну, превращается, как бы, больше уподобляется Хрюше, которая Хрюша стоит в закромах и говорит, дайте мне больше еды, дальше мне больше тепла. Хрюша, вот о чем она думает, больше ни о чем. Но человек не Хрюша, человек – это человек, человек – это Сын Божий. И вот братья и сестры, Иоанн Креститель в этой пустыне, он, конечно, был счастливым человеком, потому что он в этой пустыне пребывал с Господом. Он молился все время Христу и все время наполнялся благодатью Святого Духа. И чем больше мы отказываемся ради Христа от удобства, комфорта, тепла, сытости, тем больше принимаем благодати, мудрости, любви в свою душу. Понимаете или нет? Чем больше мы в себя набираем тепла, еды, денег, комфорта, тем меньше у нас любви, радости и спасения. Понимаете или нет? Чем больше мы отдаем от себя, скажем, не хочу, мне надо поменьше тепла, поменьше еды, поменьше ленности, поменьше праздности, а побольше буду молиться, тем больше душа согревается от человека. Понимаете? Она становится радостной, светлой. Вот как Иоанна Крестителя. А кто в себя гребет эту еду, у того душа холодная, несытая, несчастная, грустная, злобная, раздражительная. Понимаете? Вот это просто в духовной жизни. И вот Иоанн Креститель не хотел становиться грустным, злобным, раздражительным, несытым, а захотел становиться радостным, светлым и служащим Бога. Поэтому ушел в пустыню, поэтому стал мерзнуть и поэтому стал испытывать жару. И вот, братья и сестры, именно поэтому, что он ушел от злобы, ушел от греха, ушел от неги, от упокоения, и он и стал тем человеком, который будет крестить Господа в реке Орданской. Поэтому он стал счастливым, поэтому наполнился душа радостью и любовью. И поэтому в сегодняшнем Евангелии говорится о том, что вся страна иудейская пришла к нему креститься. И он спрашивал их всех, кто внушил вам креститесь, бежать грядущего гнева? Спросил он, задал вопрос. Конечно, не сатана внушил бежать грядущего гнева. Потому что сатана говорит, никакого гнева не будет, ничего бежать не надо, все попы врут, ты давай больше кушай, поменьше работай и побольше спи. И никакого гнева нету. Сатана так говорит в сердце. И часто человек, слышав такие мысли в своей душе, он считает, что это свои собственные мудрые открытия, мудрые размышления. А на самом деле это просто гипноз, это бесовское внушение. Но когда в сердце раздаются мысли, скоро будет смерть, скоро ты умрешь, скоро твое тело закопает, и будет ответ на страшном суде Господнем. И на этом ответе ты можешь испить чашу гнева Господня, ты можешь пойти в погибель навсегда. Поэтому дорожи временем в своем жизни. Не болтай во время проповеди священника. Не шаруди во время службы ничем. Думай, слушай слова, молитвы, которые произносятся в храме. Пусть они тебя напитают. Пусть они пронизывают твою душу и ум и сердце. То, что читают в храме, ты не слышишь вообще ничего. Потому что тебе не нужно, тебе в храме надо просто побыть, посидеть, поговорить. Но не для этого они пришли сюда в храм, чтобы побыть, отбыть время какое-то. Час посидеть в храме и пойти домой. Не для этого. Мы пришли, чтобы помолиться, пообщаться с Богом. Так вот служба – это молитва к Христу, к Богу. Это разговор с Богом. Так вот проповедь священника, во время которой мы разговариваем, игнорируем презрительно. Это разговор с Христом. Это слово Христово, которое вам обращено. В Евангелии сказано, если вас не послушают, то есть апостолов, священников Христовых, диаконов, монахов, вас не послушают, меня не послушают. Вот священник проповедует, вы повернулись, болтаете, вы Христа не слушаете, Христос с вами сейчас говорит. О вашей жизни еще раз хочет вам сказать что-то, Господь. Еще раз хочет привести вас к покаянию, еще раз вас хочет привести к вразумлению, еще раз хочет какую-то благодать и радость в вашу жизнь принести. А вы, повернувшись, болтаете друг с другом. Христу повернулись спиной. И вот Иоанн Креститель говорит, кто внушил вбежать грядущего гнева? Господь же внушил вам бежать гнева грядущего. Сотворите достойные плоды покаяния, говорит Иоанн Креститель. И людей спрашивают, а что делать нам? Не просто пришли, каюсь там, давай что-нибудь молитвы, прочитай, каюсь. Достойные плоды покаяния сделать, потому что много мы грешили, сладость греховную грешили, получая сладость греховную, мы грешили. Забывали о Боге и совершали много грехов, а сейчас пришли, давай там что-нибудь скажи, помолись, а я поболтаю с подружкой во время пропы, отбуду номер, посижу. Нет, достойные плоды покаяния, то есть надо делать труды какие-то, чтобы раскаяться в грехах своих, чтобы от них очистить душу, потому что в вечность не войдем, в Царство Небесное вечности, если будем со грехами, со страстями, нераскаянными, омрачающими душу нашу. Поэтому мы должны очистить их. Не просто, как грязный человек, не мылся месяц и сказал, а сейчас я помой, вот так, вот так, все, я помыл себя очистить. Тьфу-тьфу, на пальцы поплевал, я помыл руки. Вот так, не надо исповедоваться. Тьфу-тьфу, я поисповедовался, пошел на причастие, как некоторые на ходу. А берешь мыло, берешь пемзу, чистишь пятки, все моешь, хорошо себя чистишь. Вот это называется баня. Так и исповедь, так и покаяние. Труды надо совершать, каяться в грехах своих, окоевать себя, осуждать себя, делать добрые дела взамен тех плохих, которые ты сделал. Обидел людей, теперь утешай их, этих людей, которых обидел. Украл что-то, воздай четверицу, как Захей Матарь сказал. Я четверицу воздам всех, кого обидел. Не оставляй эти обиды в своей жизни, на своей душе, на ответ на страшном судище Господне. Обиды тех людей, которых обидел. И вот, братья и сестры, достойные плоды, святерики и покаяния, что нам делать, спросили люди. Господь сказал им, через Иоанна Крестителя, Иоанн Креститель ответил им, кто имеет две ризы, отдай одну неимущему. У кого есть две одежды, отдай одну, у того, кого нету. И с едой поступай так же. Если у тебя еда лишняя, отдавай людям, корми людей, тех, которым нечего кушать. Пришли мытари, то есть, те, которые занимались сбором налогов, в пользу римлян, которых ненавидели иудеи все, и спросили нам, что делать. Они сказали, не берите ничего, свыше того, что положено. Воины спросили, что нам делать, придя к нему. Он сказал, будьте довольны, оброки своими, и никого не оклеветовайте, не клавесите ни на кого, и не творите никому зло. И Иоанн Креститель говорит этим людям, которые пришли к нему туда креститься, и нам всем с вами сегодня на Божественной Литургии говорит, и всему миру говорит, уже две тысячи лет, говорит о том, что уже и древо, и секира при древе лежит, то есть топор уже положили при дереве, который они приносят плода. Всякое дерево будет, не погносящее плода, будет посекаемо и в огонь вметаемо. Что это значит? Что за дерево? Что за огонь? Дерево – это человек со своей человеческой жизнью. Не приносит он плода, не возлюбил он Бога, не возлюбил он Царствие Небесное. Важнее ему даже в храме болтать с кем-то или смотреть в окно. Равнодушен он Царству Небесному, равнодушен ко спасению. Нет плодов духовных у этого человека, который мы получаем, когда вспахиваем Ниву своего сердца с помощью Исподи причастия. Без причастия, без Исподи, без богослужения. Вообще мертвые души, неорощаемые этой благодатью. Но даже в храме некоторые омертвели и равнодушные стали. Нету плодов, будет дерево это вырублено, потому что мы здесь живем только по единственной причине здесь на земле. Бог нас сюда привел и родил с надеждой на то, что мы подготовимся к вечной жизни. Не для того, чтобы мы родили детей, воспитали, не для того, чтобы мы построили дороги, гидроэлектростанции или в космос полетали, не для того, чтобы мы получали тем более блудное усложнение, обжирались, спали, ели. Не для этого. А чтобы мы подготовились к Царству Небесному. Вот этот плод, ради которого мы живем, вот смысл и цель нашей жизни. А подготовиться к Царству Небесному, это значит ходить в храм и молиться. В храме молиться, а не разговаривать с соседом и не смотреть в окно, и не ждать, когда служба закончится. Молиться, слушать слова молитвы, они для кого нужны. Вникать, да, непонятно, да, на церковь на славянском, но тот, кто хочет их понять, услышать, он их поймет и услышит, эти слова молитвы, Господи, помоги нам. Это слова, обращенные Богу, наши с вами слова Божьи, слово это. Молиться. И вот кто не молится, даже в храме находясь, можно и не молиться, тот будет посечен, и в огне метаем сгорит. Его душа будет гореть, бессмертная душа вечно. И тогда, когда он так проповедовал, крестил людей, многие спросили, не этот ли Христос, которого мы ждем, не он ли креститель? И он сказал, я крещу вас водою, и стоит некто среди вас, кто будет крестить вас огнем, огнем благодати, огненным крещением, благодати Святого Духа. И он соберет пшеницу свою, гумно свое, то есть в склад свой, в хранилище, в зернохранилище свое, а плевелы сожжет огнем неугасимым. Плевела, это такая травинка, ни к чему не нужная, ни животное его не кушает, оно колючее, невкусное, несытное. И с еды с него ни человек не может приедать, просто оно растет и для себя самого, больше ни для кого. И плевела, это такое растение, что даже им обогреться нельзя, это не полено, а плевела, это вот этот вот устюк, колючка, бросил в огонь, вспыхнуло, как порох, и нету его, даже тепла не даст, и света не даст, мгновенно сгорает, ни к чему не нужно. Иоанн крестит, говорит, будет гореть огнем неугасимым. Кто это плевела? Это человек, который живет для себя, понимаете? А кто живет для себя? Все, кто не живут для Бога, братья и сестры, вот все, абсолютно все, особенно те, кто врут, я живу для детей, я живу для внуков, это точно живущие для себя люди. Именно поэтому они детей то ли избивают, то ли забалывают, как собачек, закармливают, живущие для себя. Только тот человек, который живет для Бога, только тот, для кого Бог главное в жизни, только тот человек, который хоть как-то проявил это, не просто в мыслях и в мечтаниях. Я святой, у меня Бог душе, у меня Бог главное в жизни, я без греха, и так далее. Утверждать можно что угодно, хоть я марсианин, хоть я там это, солнцеподобный, лунолики, и какой угодно. Но если у тебя Бог главное в жизни, ты должен это как-то это должно проявляться в твоей жизни. Вхождение на службу, в молитве, в строительстве храмов, в милостыне, в добрых делах, в утреннем учебном правиле, в том, что ты прощаешь ближних своих, не злобишься, не забываешься, и многое другое, когда Бог главное. Вот этот человек, который живет для Бога, это человек, которому не жалко времени своего, чтобы потратить Богу послужить. Ни сил своих, ничего. И человек, который Богу служит, это тот человек, который, он знает, что чем я больше Богу отдам, вот я сперва начал с того, что только какие-то отчинаш читал дома, отдавал Богу вот всего эту молитву, 30 секунд, почитал отчинаш, но получал помощь Божьей благодать. Я подумал, почему мне не отдать Богу больше? Господь же хочет, чтобы я читал не только отчинаш, а еще утренние, вечерние молитвы. Начну с утренней, начну читать утренние молитвы, начал утренние читать молитвы. И жизнь изменилась, и получилась благодать Божия в его жизни, и помощь Божия, благословение каждый день, когда читал человек молитвы. Начал читать вечерние молитвы, и спать стал по-другому. То не спал, то дергался, то метался по кровати. Начал читать вечерние молитвы, начал успокаиваться, благодать, отогонять бесов. Начал читать Иисусову молитву, не успокаиваться, вечерняя молитва, снова бесы поступают. Начал Иисусову молитву читать и снова отогнал бесов. В Евангелии начал читать. Потом подумал, а что же я в храм не хожу, раз я вот молюсь, Бог мне помогает благодать. Начну в храм ходить. Начал в храм ходить. Еще сильнее жизнь его развернулась. И в сердце открылась любовь и радость и благодать. Вот так происходит человеком, который Богу служит, который для Бога живет. Он постепенно, день за днем, шаг за шагом, все больше и больше Богу хочет служить. Потому что видишь, что здесь Господь ему любовь дает, здесь дает помощь, здесь дает силу, здесь дает здоровье, здесь дает, все управляет его жизнью, все успевает, все получается. Как хорошо Богу служить. Здесь он видит, что Бог отдал свое время и ничего не потерял. Бог управил все его проблемы. И тогда человек думает, как меня Бог любит. Начинает потом думать, раз я хожу в храм, поставил свечку, поставил, помолился. Что там христиане делают около священника? Зачем он их накрывает вот этим широким галстуком, который Петрахим называется? Что вы делаете там? Исповедуемся, каемся в грехах. У меня нету грехов. У всех есть грехи. И человек задумается, почему мне не поисповедоваться? В самом деле, зачем мне злобиться и упрям стать? И человек идет на исповедь, кается в грехах, получает прощение грехов и видит, как с души свалилась вся грязь, отмылась и груз упал. А потом выходит, снова грешит, снова падает, снова сатана нас искушает, снова страсти действует. И снова приходит в храм, снова каятся, и снова груз этот падает. И снова, и снова, и бесконечное количество раз прощаются грехи человека. И вот, братья и сестры, мы с вами вот так вот, рано или поздно приходим к тому, должны прийти к тому, что Богу надо посвятить всю свою жизнь. Жизнь для Бога. Не для денег, не для здоровья, не для детей, не для чего, а для Бога, для спасения души. И Бог нам даст и здоровье, и детей, и родителей, и братьев и сестер, и братьями и сестрами, родителями нашими станут, Серафим Саровский и Сергий Радонежский, Ксения Петербургская и прочие святые угодники Божии. Вот об этом говорит Иоанн Креститель. Если мы будем приносить плоды покаяния и будем пшеницею, то есть теми, кто приносит этот плод покаяния, развивается духовно, служит для Бога, не жалей для Бога времени, будет собран в гумно, в житницу Господню, то есть в небесный Иерусалим попадет. А остальные будут гореть плевелы, но будут горем огнеть, которые никогда не погаснут. Вот такой парадокс. Вот эта травинка, пылинка, ни к чему не нужна, никому не нужна, но огонь будет ее сжечь вечно. Поэтому, Возлюбленные Господи, братья и сестры, давайте мы сегодня в этот святый день, в праздник Великий Господень, в сочельник, на вечерие Крещения Господня, завтра у нас будет большой праздник, Крещение Господня, освящение воды Иорданской, во всех храмах нашей планеты православных, и сегодня мы, готовясь к этому празднику, братья и сестры, еще раз задумываемся, паки-паки, что мы должны, братья и сестры, спасать свои бессмертные души, все больше и больше день за днем, секунду за секунду, час за час, обслужить Христу, все больше и больше становиться счастливыми, все больше и больше становиться той пшеницей, которую Господь соберет в житницу свою, все больше и больше стараться проповедовать людям, которые остались там за дверью церковной, за оградой, за забором церковным, которые ходят, рыскают в поисках счастья, никогда его не находят, и все-таки стараться вымолить этих людей, наших родных и близких, любимых, братьев и сестер, которые сегодня еще плевелами остаются, живущими для самих себя, считающими, что живя для себя, можно сделать себя счастливым сам, себя удовлетворить. Нет, сам себя не удовлетворишь, и сам себя не сделаешь счастливым. Только живя для Бога, и Богу отдавая время, и силы, и способности, человек может стать счастливым, радостным и светлым. Мы должны это показать, но для этого нам должно стать интересно, быть на службе, не болтать друг с другом во время службы, а внимать словам службу, молитву. Для этого мы должны научиться получить благодать Святого Духа здесь в храме, живую, настоящую благодать, радость духовную, счастье, мир в душе. Тогда мы эту радость, счастье, мир, этот свет любви сможем вынести из храма этот огонь, который горит в наших душах. И этим огнем сможем обогреть наших ближних, осветить им жизнь, осветить им путь. Но он должен гореть в нашей душе. А гореть он будет, если мы будем искренне молиться, если будем слушать слова богослужения и проповедь священника, быть на послушании, хорошо готовиться к исповеди. Не опаздывать в храм, не уходить раньше со службы, быть ревностными служителями Божьими. Тогда будет благодать, если будем делать все повеленное Господом. Благодать и огонь в нашей душе. И нас радовать, и греть, и светить нам, и ближних согревать, и освящать. Помоги нам, Господи, чтобы этот огонь возгорелся в нашей душе, огонь принес. Господь на земле хочет, чтобы он уже возгнеешься, то есть уже возгорелся. Огонь любви, радости, благодати. Пусть этот огонь горит в наших сердцах и наших душних возжигает, воспаляет ревностью в Боге, желанием служить Христу, молиться Богу, спасать свои души, и жить уже здесь на земле, в любви, радости и спасении, в небесном Иерусалиме, здесь и в вечности, со всеми святыми, от века Богу угодившими. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok